Друзья, привет! С вами Марк Рыбак из Смена. И сегодня очень радостный день. Прям подарок мне новогодний привалил. Мне дали поюзать очень прикольный объектив. Мне дали поюзать объектив tilt-shift. Это в первый раз со мной случилось. Я очень давно хотел попробовать и вообще даже, честно сказать, в принципе себе хотел купить объектив tilt-shift, но они достаточно дорогостоящие. Спасибо моему ученику и коллеге Ване Пушкареву, который мне его дал поюзать. И сегодня я вам про него расскажу. Это объектив Canon TSE45 со светосилой 2.8. Мы немножко на него поснимаем и обсудим, кому вообще есть смысл брать такой объектив и стоит ли за него платить те деньги, которые он стоит. Давайте начнем. Объектив производится с 91 года. Как бы заменять эту линейку объективов никакого смысла нет. Он и так прекрасный, и так нормально продается. Тем более, что конечно далеко не все покупают такие объективы. Смотрите, всего у Canon таких объективов 4 штуки. Два из них L серии, два из них не входят в серию L. То есть L серия это 17 и 24, а вот 45 и 90 они лишены красной полосочки у нас на объективе. Почему? Потому что у них в оптической схеме нет специальных элементов. Кстати, напишите в комментариях, если хотите, чтобы я сделал отдельный ролик про вот эти вот уникальные элементы, объяснил какие они бывают и что в них такого специального уникального. То есть, этот объектив без уникальных элементов, все элементы здесь обычное стекло. Но тем не менее, он очень профессионально, очень круто собран и в общем-то он близок к этой L серии. У него комплектация такая же, как у L серии. То есть он комплектуется чехлом и блендой. Мне дали полный комплект, просто я не пользуюсь реально ни чехлом, ни блендой. Я смысла в этом не вижу. В чем вообще прикол объектива tilt shift? То есть он формирует изображение гораздо больше, чем площадь нашего кадра. То есть обычно объективы формируют изображение как раз вот в кадр. И его можно, у него есть элементы, которые можно смещать относительно оптической оси. То есть tilt это у нас наклон, shift это у нас сдвиг и еще один замечательный, одна замечательная настройка, которая позволяет нам вращать полностью объектив. То есть это очень интересно, очень прикольно. Мы можем находить абсолютно разные эффекты. То есть мы можем находить сочетание эффектов очень разные. Один из самых интересных эффектов tilt shift это съемка города с верхней точки. То есть получается такой эффект типа игрушечного города. Видите, тут объектив 45 миллиметров. Это нормальный объектив, да? То есть если бы он был более широкий, например 24, то этот эффект получить проще. С этим объективом посложнее и залазить желательно очень высоко. Мы не стали лазить по крышам. Мы вот пришли в наш 130 знаменитый уже квартал. Уже вся Россия о нем говорит, не буду говорить почему. Но в общем могу сказать, что не так уж сильно выражен здесь этот эффект. Но тем не менее мы попробуем поснимать, мы покажем вам эти снимки. Еще сразу хочу сказать, что все эффекты хорошо видны именно на открытой диафрагме. Когда вы начинаете закрывать диафрагму, у вас начинает диафрагма съедать эти все штуки. Так что у тилтшифта, как и у любых других объективов, самый прикольный, самый сок именно на открытой дыре. Вот. В целом я эффект-то вижу. Объектив мануальный, то есть фокус приходится наводить ручками. Но это в принципе понятно, потому что с такой конструкцией еще и сделать туда автофокус, ну это невозможно. Да и не нужно ему. Вот. Объектив имеет несколько элементов управления достаточно удобных, да. То есть вот у нас вот он наклон. Наклон нам зачем? Для того, чтобы вот именно края становились нерезкими, да. И можно вот с помощью вот этой штучки его менять. Но, как показывает практика, ручками гораздо интереснее и удобнее, да. Потом у нас сдвиг. Shift. Вот он. Сдвиг нам нужен для чего? Для того, чтобы мы могли поправить перспективу. То есть если вы снимаете сверху вниз или снизу вверх, замечали, да, что здание, когда снизу вверх снимаешь, они начинают валиться у нас на снимки. Здесь мы за счет вот этого сдвига мы меняем положение линзы относительно матрицы, да. И таким образом мы можем исправить перспективу. Еще один прикольный элемент управления, вот он. Это мы можем вращать вот так вот объектив и в любых плоскостях вот этими всеми пользоваться приколами, да. То есть здорово. Можно создавать очень разные эффекты. Еще есть штуки, которые фиксируют, то есть стопорят. То есть если я вот, допустим, затянул, то я сейчас не могу делать наклон, да. Такой же стопор есть у сдвига. В общем-то окошечки с дистанцией резкости нет. Дистанция резкости вот прям на объективе. Как я уже сказал, нету у нас красной полосочки и нету у нас здесь, естественно, никакого автофокуса. Все наводится вручную. Основные характеристики у нас объектива. Фокусное расстояние 45, то есть это нормальный объектив. Светосила 2,8. Количество лепестков диафрагмы 8. 10 элементов в 9 группах у нас оптическая схема. Диаметр светофильтра 72 и доступная у нас диафрагма от 2,8 до 22. Достаточно, ну, такие хорошие характеристики того объектива. По поводу качества картинки. Резкий во всем диапазоне, то есть как в центре, так и по краям. То есть разрешающая способность как раз вот примерно на матрицу Canon 5D Mark II, то есть на 22-23 мегапикселя рассчитано. Что касается дисторсии. Дисторсия чуть-чуть присутствует, но очень маленькая, то есть вы даже глазом не заметите. Тем более это нормальный объектив, какая тут может быть дисторсия. Что касается хромата. Хромат есть практически на всех диафрагмах, но тоже в принципе в пределах разумного. Так что качество объектива весьма и весьма достойное. Еще такая есть неприятная штука, как виньетирование. И с ней забавный момент. То есть когда объектив в нормальном положении, виньетирования практически нет. Как только мы начинаем применять всякие вот эти вот эффекты, то виньетирование появляется и довольно серьезное. Так что учтите, что при сдвиге, при наклоне это, ну, виньетка у вас полезет. Еще на одном моменте я хотел бы акцентировать внимание. Во-первых, фокус пикинг работает только когда у нас объектив в нормальном состоянии. То есть когда мы начинаем делать наклон или сдвиг, у нас фокус пикинг уже не показывает. Кроме прочего, автозамер экспозиции начинает тоже ошибаться. То есть в полуавтоматических режимах начинает ошибаться, если мы делаем сдвиг или наклон. То есть экспозомер путается. Так что, скорее всего, лучше снимать в режиме М. Да, либо там через LiveView, либо там делать какую-то компенсацию экспозиции. И вообще, если вы хотите поснимать вечернюю съемку, это достаточно прикольно. Я вот поснимал вечернюю съемку, но нужно с собой брать штатив. И опять же, со штативом немножко другая история. То есть обычно я когда снимаю со штатива, я зажимаю еще диафрагму, чтобы у меня была выдержка подлиннее. Но здесь диафрагму лучше не зажимать, потому что еще раз говорю, что диафрагма съедает весь наш эффект. Для каких сюжетов подходит этот объектив? Конечно, он лучше всего подходит для пейзажей, также для городских пейзажей. Конечно, здесь фокусное расстояние 45, поэтому лучше, конечно, подходит, например, фокусное расстояние 24. Но можно поприкалываться и поснимать, например, портрет. Конечно, это не самый там, я не скажу, что это прям портретный объектив, но можно получить эффект. И не так давно на самом знаменитом сайте России, свадебном сайте Майвет, очень были популярные снимки, именно свадебные, именно с этого объектива. То, что объектив не L-серии, в этом есть один небольшой плюс, то, что он не такой дорогой, потому что вот эти 24 и 17, они стоят еще дороже. У этого объектива очень негуманная цена, цена полторы тысячи долларов, в России это примерно 90 тысяч рублей. Кому покупать такой объектив? Я скажу просто, тому, у кого хватит на это денег. То есть, если у вас, например, уже есть там определенный парк оптики и вам каких-то объективов там для работы или для творчества, кровь из носу не нужно, вы можете рассмотреть как раз к покупке именно тилдшифт для того, чтобы делать, ну, какие-то интересные снимки. Даже для творчества сильно часто вы его использовать не будете. Для коммерции вообще, ну, вряд ли, ну, редко. Вот на той же свадьбе там можно там 2-3 снимка сделать, но в целом я сам себе очень хотел этот объектив, а сейчас, когда я с ним походил, поснимал, я понял, что, скорее всего, если даже он у меня будет, ну, я его максимум раза 4 в год буду с полочки брать и что-то снимать. Так что очень большой вопрос, стоит ли тратить столько денег? Но если вы хотите его купить, переходите в описание, там будет ссылочка на Яндекс Маркет, можете перейти и сразу заказать. Еще один плюс, срок на вторичном рынке эта линза стоит весьма недорого. То есть за 50 тысяч вы можете запросто такую линзочку себе купить. А сегодня с вами был Марк Рыбак. Переходите в описание, там есть все мои контакты. Вы можете заказать у меня консультацию по выбору техники, по поводу ваших снимков, съемку или фототур. Сейчас идет запись на фототур «Лед Байкала». Это уникальное место на нашей планете и зимой оно особенно прекрасно, так что записывайтесь, будет интересно. Также там есть ссылка на мой учебник «Фотография для начинающих». Подписывайтесь на канал. До свидания.